Здравствуйте! В сегодняшнем видео я вам расскажу про полноразмерные беспроводные наушники Technics A800 и сравню их с Edifier Spirit S3. Видео про эти наушники уже было на канале и выбрал именно их, потому что они схожи по своей стоимости, схожи по качеству звучания и восприятию глобально, но при этом очень сильно отличаются по своей подаче. Соответственно, и восприятие наушников тоже разное. По Technics'ам стоимость у них 1099 белорусских рублей на момент записи видео. Смотрятся они очень аккуратно, стильно, сдержанно, то есть это такой уже не молодежный дизайн, а более взрослый, если это корректно. И единственное, что они очень схожи по своему восприятию с более бюджетными наушниками, как те же OneMore, Suncore, ну, не КЗ, по крайней мере, но очень так близко, как наушники, которые стоят 100-150 долларов. Хотя, объективно говоря, пластик здесь нормальный, нет каких-то скрипов, нет люфтов, очень хорошие все механизмы, при этом наушники складываются так, как вам угодно, регулируются так, как вы захотите, поэтому объективных придирок здесь никаких нет. По посадке у них все хорошо, так как амбушюры достаточно мягкие, более-менее дышащие и внутри для уха достаточно места, поэтому вы их надеваете и практически независимо от размера вашего уха будет хорошая посадка. И при этом у наушников очень хорошая пассивная звукоизоляция, за что отдельный плюс. По управлению, к счастью, здесь все сделано на механических кнопках, включение, переключение треков, play-pause, также разъем 3,5 мм нормальный, полноценный, это радует, и есть разъем Type-C, естественно, для зарядки. По поддерживаемым кодекам есть LDAC, что, в общем-то, хорошо, но не особо-то им необходимо. В случае с Edifier'ами есть кодек APTX HD, которого здесь тоже хватает за глаза, то есть в плане каких-то кодеков они не ограничены. По времени автономной работы что одна, что другая модель могут работать больше 50 часов, поэтому это вот даже больше, чем за глаза, больше, чем с небольшим запасом. И самое главное по звучанию. Техниксы слушать очень приятно, у них есть какой-то вовлекающий момент, в них есть такая благородность, то есть понимают, что это бренд с историей, и вот сюда они вложились. Понятно, что излучатели здесь относительно бюджетные, это не что-то топовое, то есть, несмотря на свою достаточно высокую стоимость, в аудиофильском мире это такой еще средний бюджет. И даже когда мы рассматриваем какие-то полноразмерные наушники за 300-400 долларов, проводные, они еще могут иметь какие-то недостатки, на которые ты сразу же можешь обратить внимание и которые будут как-то задевать. Но то, как реализованы эти динамики, которые здесь используются, это просто мое почтение. Сразу же, что понимаешь, что делает такой вау-эффект? Во-первых, у наушников есть такая хорошая надбавочность, количественная как по низким частотам, так и по высоким частотам. Есть легкая такая V-образность, но одновременно здесь, одновременно с тем, это очень хорошие скоростные характеристики. Панчи, атаки здесь очень быстрые, очень хлесткие, и назвать наушники какими-нибудь бубняющими, там, медлительными, неразборчивыми на высоких частотах будет неправильно, невозможно, и это будет ложью. Они звучат одновременно и достаточно музыкально, и быстро. Это встречается не так уже и часто. И плюс, ко всему прочему, у них очень хорошая сцена. По крайней мере, по своей ширине так точно, по восприятию не нужно особо слушаться, где там на каком месте находятся инструменты, и это их главное различие с Edifier'ами Stax S3, потому что претензия к ним, эта сцена, она здесь очень узкая, ее не хватает, не хватает объема, не хватает воздуха, что техниксы могут предоставить. Но одновременно с тем, в случае с Edifier'ами, хочется говорить про аналитику, и хочется подключать по кабелю к стационарным источникам, либо же к хорошим Hi-Fi плеерам, и это дает свой результат. Они могут дать большее, лучшее звучание. То есть, те динамики, которые здесь находятся, они вот прям ограничиваются своей начинкой, они могут дать большее. И по Bluetooth'у они звучат хорошо, но если подключить по кабелю, можно услышать ощутимую разницу. В случае с техниксами такого нет. Вот как их сделали, так они и звучат. Они дают фактически свой максимум. Чего-то прям глобально лучшего, большего вы не получите, подключая их к ЦАП-усилителям, либо же Hi-Fi плеером. Поэтому, с одной стороны, в случае с Edifier'ами, мы имеем значительно лучшее разрешение, детальность на низких частотах, на середине, на высоких частотах. В случае с Technics' у нас более удобное звучание, более приятное, и с большим весом на тех же низких частотах и на высоких частотах. Они звучат более вовлекающе. Вау-эффект изначальный получит значительно легче с ними, чем с Edifier'ами. На долгом прослушивании, постоянном, уже неизвестно, какие из этих наушников будут для вас приятнее, когда слух адаптируется к АЧХ наушников. Потому что очень часто так бывает, что первоначальный вау-эффект, он проходит, и яркость наушников уже становится их минусом, потому что она начинает приедаться, то есть хочется, чтобы оно звучало поспокойнее. Но в случае с Technics'ами, помимо вот этой надбавочности, все-таки есть и определенная техничность, которая все равно будет оставлять свои положительные эмоции, даже после длительного прослушивания. А в случае с Edifier'ами, возможно, захочется чего-то более яркого, чего-то более эмоционального. То есть, возможно, это тоже приедется. Поэтому здесь невозможно сказать, какие из этих наушников будут лучше на такой дальней перспективе. Но одновременно с тем, они крутые, и невозможно сказать, кто из них по звучанию лучше. Они оба... Обе эти модели по-своему прекрасны и оправдывают свою стоимость. Поэтому лично для меня был интересен этот эксперимент, интересно было все это посравнивать. И пока что для себя я понимаю, что, наверное, Technics'ы даже интереснее. Хотя к бренду я отношусь достаточно холодно, потому что те модели, которые я слушал, это либо же что-то относительно простое, либо же странное. То есть, те же ТВС-ки, как АЗ-60, которые имеют хорошую репутацию, прям вот такие раскрученные, ну, они нормальные, но не более того. То есть, какой-то особого вау-эффекта они не вызывают. АЗ-70 прикольные, да, значительно лучше по своему эффекту, но и они дорогие. И я понимаю, что в этом сегменте есть модели, которые могут предоставить большее. В случае с А800-ами я прям получил такое удовольствие и прям отношение к Technics после них стало лучше. Ну и опять-таки, это исключительно мои какие-то заморочки, потому что аудиофилии мне хватает во время тестирования, пока я что-то слушаю. То есть, мне хочется что-то для своих личных наушников, то, что будет помогать, приносить какие-то дополнительные эмоции, быть катализатором для моего настроения. Поэтому небольшой такой поток мыслей. Надеюсь, что вам он был полезен и интересен. Поэтому, если вас заинтересовали какие-то из этих наушников, то по ссылке в описании вы их сможете найти. На этом свое видео впечатление буду завершать. Вам большое спасибо за просмотр. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.